Чемпион мира, дважды лучший защитник Европы, трехкратный победитель Лиги чемпионов и обладатель нескольких десятков командных и личных наград. Легенда мирового футбола и просто отличный собеседник. Hello, Shakhtar Donetsk fans! Роберто Карлос с социной персоной. Чем сейчас вы занимаетесь в Королевском клубе? Насколько сложно было переключиться после карьеры игрока на тренерскую работу и работу в клубе? Сейчас я работаю в качестве посла в Реал Мадриде. Работаю здесь уже лет 6-7 после того, как перестал играть в футбол. Сложно. После 11 лет игры в Реале наступает момент, когда уже даже ноги не выдерживают постоянно играть. Но я счастлив. Очень рад и очень доволен пройти тренерские курсы и работать здесь в клубе в качестве посла. Роберто, наставника для основы Реала и, безусловно, очень рад продолжать быть частью такого великого клуба. Роберто, что вы знаете о Шахтере и каких игроков можете вспомнить? Я смотрю много матчей Шахтера. В Шахтере много бразильцев и у меня есть друзья, играющие там. Например, Дантиньо. Я играл с ним в Каринтиансе. А также Додо ТТ. Это замечательные бразильские игроки. И я очень рад тому, что Шахтер каждый раз смотрит на Бразилию в поисках новых игроков, новых бразильских талантов. В Шахтере 13 бразильцев, если я не ошибаюсь. Я должен поздравить президента Шахтера с тем, что он подписал таких отличных игроков. Реал и Шахтер уже не первый раз пересекаются в Лиге чемпионов. Что вы думаете о развитии Шахтера за последние годы? По правде говоря, Шахтер сильно вырос во всех соревнованиях, в которых участвовал. Это команда, которая действительно много дает украинскому футболу. Я также счастлив еще и потому, что здесь много бразильцев. И Реалу это безусловно только на пользу играть против Шахтера. Да и Шахтеру против Реала, так как получаешь возможность набраться уникального опыта. Стоит отметить, что Шахтер это именно та команда, которая способна довольно-таки в скором времени дойти до полуфинала или даже финала Лиги чемпионов. Для Шахтера важно расти. И нет ничего лучше, чем играть против таких команд, как Мадридский Реал. Ведь эта команда больше всех завоевала кубков в этом соревновании. В прошлом году Шахтер дважды обыграл Реал. Как вы можете объяснить тот результат? Я думаю, что в футболе это вполне нормально. У Шахтера был хороший день. Реал Мадрид уже было непросто. И поэтому они не смогли добиться победы. Но в этом соревновании важно то, что каждый хороший футбольный клуб будет помнить победу Шахтера в прошлом году над Реалом. И это более чем заслуженно. Это действительно очень заслуженная победа. Поэтому мне ничего не остается, как поаплодировать. Но конечно же, когда Реал выигрывает, я счастлив. А когда проигрывает, тогда наоборот. Так или иначе, Шахтер в прошлом году выиграл два матча. Поэтому такой результат и здесь, и в Киеве более чем закономерный и заслуженный. А что вы знаете об украинском футболе в принципе? Следите ли за тем, что происходит в украинском чемпионате? Футбол в Украине развивается с каждым годом. Мне также посчастливилось играть против киевского «Динамо». Это было, кажется, в 2000 или 1998 году. Помню, как в Киеве было очень холодно. На данный момент Шахтер хорошо представляет Украину. И с каждым годом украинский футбол только улучшается. Поэтому я должен только поаплодировать. У вас отличные игроки, хорошая структура клуба. И я рад, что такие команды из года в год в Лиге чемпионов и, конечно же, в Украинской лиге показывают хороший уровень. Роберто, против кого из украинских команд или игроков вам приходилось играть? Или, возможно, знакомы с кем-то лично? Ух, я играл с огромным количеством украинских игроков. С очень многими играл. Сам Андрей Шевченко, например, мой очень хороший друг. А также жуниор Морайес. Это феномен, парень, которого я очень уважаю. Однако все же ближе ко мне Дентиньо. Только потому, что я играл с ним в Каринтиансе. Но украинский футбол в целом очень хорош. И тот факт, что там есть бразильцы, заставляет развиваться его быстрее. А каких перспективных игроков из Украины можете выделить сейчас? Ой, таких много. Большинство клубов – и Динамо, и Шахтер, и другие – имеют отличных игроков. К тому же Шевченко наверняка не просто было в свое время вот так выбрать, кого вызвать в расположение сборной. У вас много молодых игроков индивидуально сильных. Я не могу говорить об одном, так как забуду о другом. Я надеюсь, что в скором времени как украинская сборная, так и украинские клубы в Лиге чемпионов будут проходить как можно дальше, до финальных стадий турниров. Потому что они выполняют на самом деле большую работу. Часто ли говорят о Шахтере в футбольном мире? Ведь клуб славится развитием талантов из Бразилии и других стран. Я думаю, что Шахтер – это очень важный клуб, у которого есть, как мы знаем, бразильские игроки. Но все клубы хотят, чтобы бразильские игроки у них играли. О Шахтере очень много говорят в моей стране, там, в Бразилии. Я помню, что уже много лет говорят о нем. Потому что каждый год вы набираете все новых молодых ребят, которые будут играть за ваш клуб. Это уже клуб, который считается одним из великих не только в украинской лиге, но и на международной арене в Лиге чемпионов, например. В чем похожи, а в чем кардинально разнятся «Реал» и «Шахтерка» клубы? Я не очень люблю сравнивать клубы. У «Шахтера» своя структура. А у «Реала» также есть столько всего хорошего. Это лучший клуб в мире. Хорошо то, что эта структура, эта философия «Реал Мадрида» служит другим клубам, которые растут в рамках соревнования, в качестве примера, образца. И хорошо также, когда «Шахтер» приезжает и может посмотреть на такой стадион, тренировочные центры и на великолепных игроков. Из года в год «Шахтер» становится только лучше. Можно сравниться с «Реал Мадридом», но «Реал» — это уникальный клуб. «Реал» — это школа для других команд, которые хотят стать великими. Мог ли кто-то из нынешнего состава «Шахтера» в теории пригодиться «Реалу». Кого из нынешних игроков «Шахтера» вы могли бы выделить как одного из самых ярких в команде? Мне очень нравится «Додо» — правый защитник. Он игрок, который очень сильно напоминает Роберто Карлоса. Он игрок очень атакующего плана, и к тому же он хорошо обороняется. Им интересуются многие клубы, потому что он очень похож на тех настоящих бразильских игроков, которые не играют на фиксированной позиции защитника. И «Додо» олицетворяет собой то же, что и я в свое время — желание играть в футбол и получать от этого удовольствие. Как, по вашему мнению, «Шахтер» изменился по сравнению с прошлым годом? Что стало лучше, а что хуже? Сложно сравнивать сезоны. В прошлом году «Шахтер» выиграл в Киеве. В этом году мы выиграли в Киеве. Это то, о чем я говорил. Но главное то, что «Шахтер» растет с каждым годом. Это команда, которая имеет отличных игроков, прекрасную философию и практически всегда побеждает в украинской лиге. Это фактически та же команда, что и в прошлом году, только результат другой. И в прошлом году у «Шахтера» также были трудности в Лиге чемпионов. Но это клуб, который всегда нужно уважать, потому что это клуб с правильной философией, и он очень прибавляет из года в год. Какие впечатления у вас от прошлой поездки в Киев? Что понравилось, что не понравилось? И что, возможно, удивило? В Киеве? Во-первых, Киев большой город, много транспорта. Но кухня у вас очень хорошая. Действительно, хорошая кухня. Люди очень воспитанные и заботливые. В гостинице было много болельщиков, ожидающих «Реал Мадрид». У меня также была возможность три месяца назад провести мероприятие с фондом клуба, и я получше узнал, что представляет собой Украина. И я всегда очень рад находиться там. У меня также есть друзья, которые живут в Киеве. И это город, который мне очень понравился. По ощущениям, он очень похож на Сан-Паулу. Очень похож на него. А вообще, Роберто, как часто вы бываете в Украине? В этом году приезжал чуть ли не каждые три месяца и с «Мадридским Реалом», с «Сосновой», и даже с футбольной школой «Мадридского клуба». Поэтому каждые три месяца я то нахожусь там, где очень тепло. То в холоде, то в жаре, то снова в холоде. Мне очень нравится Киев, очень нравится. Но вам нужно что-то делать с транспортным движением, потому что очень много транспорта. Иногда не совсем даже хватает терпения. Но ничего, большие города – они такие. А как, где и с кем обычно смотрите матчи Реала? Я обычно хожу на все матчи Реал Мадрида. Либо здесь, на Сантьяго Бернабел, либо на других стадионах, когда отправляемся с командой за границу. Я также выступал на мадридском телевидении. Я много путешествую с командой. Мне нравится путешествовать со звездами футбола и рассказывать им свои истории. Мне всегда рады в отелях, на стадионах. Горжусь тем, что могу снова ступить на это поле, где я играл в течение 11 лет. Это было незабываемо. И этот новый опыт в клубе – я просто счастлив и горд, что могу работать в таком великом клубе. После громких успехов последних лет в Лиге чемпионов Реал Мадрид переживает своеобразную перезагрузку. Смена тренеров, уход лидеров в лице Роналда и Рамоса, привлечение молодежи в основной состав. Как вы оцениваете этот период? У Реала великий президент, великий стадион, великая история, великие игроки, отличный тренер. Здесь всегда побеждали. Такова история Реала. Каждый год игроки меняются, но имя клуба остается. Реал Мадрид – величайший клуб, поэтому трудности случаются в футбольном мире. Но Реал – клуб, который обладает величием. Роберто, какие планы у вас на будущее и кем вы видите себя в перспективе? Мои планы на будущее – продолжать быть послом, потому что я очень счастлив на этой должности и продолжаю делать то, что я делаю. Нахожусь рядом с тренерами и учусь у них опыту. Это то, что я хотел бы делать в настоящее время. Я очень расслаблен, просто сегодня я работаю больше, чем когда играл, поэтому на данный момент я очень счастлив. Роберто, спасибо вам большое за беседу. Спасибо. Я Роберто Карлос, и хорошего счастья в этой сезоне и в каждом году. Чао.